Тема Великой Отечественной войны сегодня затрагивается не только на уроках истории, но и красной нитью проходит по всей внеурочной деятельности образовательных учреждений России. Так в Одинцовском лицее номер 2 состоялось памятное мероприятие, посвященное 80-летию Сталинградской битвы. За продуманные и неожиданные контрудары его называют генерал-штурм. 12 сентября 1942 года он назначен командующим 62-й армии с приказом, во что бы то ни стало удержать Сталинград. Ребята проникновенно рассказывали о славных героях, маршалах, снайперах, военных медиках, а также о простых мальчишках и девчонках, которые, защищая родину, навсегда остались детьми. Миша Романов. Хутор, чела его семья. Сожгли фашистов. Неизвестно, что стало с матерью и сестренкой. Он в последний раз винул на погибшего отца. Взял в обе руки связку с гранатами, ну, гитлера. Развался оглушительным взрывом. А через секунду он посражал автоматной очереди. К выступлению ребята готовились тщательно. Читали информацию о героях Сталинграда, сами составляли себе тексты. А еще они анализировали поступки своих прадедов. И каждая из этой работы вынес для себя что-то свое. Во время подготовки этого мероприятия я была крайне впечатлена героизмом людей, воевавших в то время, детей, взрослых. Меня поразила многогранность истории Великой Честной войны, потому что сколько я не читаю, я все время узнаю новое. Аня учится в шестом классе, увлекается рисованием и игрой на укулеле. А еще она любит историю и всегда с удовольствием принимает участие в школьных концертах. Но это мероприятие стало для девочки особенным. Рассказывая о Великой Отечественной, она сразу думает о папе, который сейчас выполняет свой долг в зоне СВО. Мы очень скучаем. Раньше мы могли созваниваться. Сейчас такой связи нету. Очень редко. Очень за него переживаем. То есть мы очень ждем его домой и надеемся, что все это поскорее закончится. Уже второй год все культурные, духовные и военно-патриотические проекты в лицее проводит школьное сообщество «Клуб интересных встреч». В него входит группа инициативных педагогов и активные лицеисты. А пополнить клуб может каждый желающий. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Всегда вот.